День Тезаименитства главы Среднеазиатского митрополитчего округа отметили в Ташкенте. В день, когда Церковь вспоминала подвиги мучеников Виктора и Викентия, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил литургию в храме святителя Луки Крымского Ташкентской духовной семинарии. Архипасты приехали поздравить священнослужителей с храмов Ташкентского и Гулистанского благочений. Песнопения в этот день исполнялись хором студентов Ташкентской семинарии. За литургию молились многочисленные прихожане, настоятельница Троицы Никольского монастыря, игумения Екатерина Мальгина и старшая сестра Покровской обители, монахиня Ефросинья Лозинская. По окончании литургии был совершен благодарственный молебен ко Господу, после чего духовенство, семинаристы, сотрудники епархии и прихожане поздравили митрополита Викентия с именинами. Уже больше десяти лет мы с вами в этой епархии и просим Бога пусть еще продалит, насколько это ему угодно, ваше служение укрепит вас в нелегком труде и подаст вам спасение души. Это самое главное, дорогой прадыка. Молитвенно желаем вам крепости духа, чтобы Господь приумножал ваши силы и здоровье для несения вами послушания, возложенных на вас во славу Божию и на благо Церкви Христовой. Небесное покровительство предполагает особое служение наших святых, в честь которых мы когда-то были названы. Владыка, вы празднуете в один день память святых, в честь которых вам было дано мирское имя, и тот святой, в честь которого вы получили монашеский пост. Можно говорить об особом, наверное, промыслении Божьем в этом отношении. Мы просим Аликина о том, чтобы мученики Виктор Викентий как можно более внимательно относились в своей службе именно к вашему служению. Поздравили любимого архипастыря и прихожане, пришедшие в этот день в храм святителя Луки. В своем ответном слове митрополит Викентий поблагодарил всех за теплые поздравления. С помощью Божьей, чтобы мы могли здесь совершить дело нашего возрастания в Боге. Спасибо за те добрые пожелания, которые вы мне выразили, чтобы исполнить в этой жизни. Конечно, очень важно, чтобы это все мы совершали вместе. Я благодарю вас за вашу посильную помощь, которую вы оказываете мне в служении архипастовском. И это служение не мое личное, не для меня личное. Это для славы Божьего, для Церкви Христовой и, в конечном счете, для нашего спасения.